Ребята, привет! Как настроение? Как праздники? Алкоголь есть в холодильнике? Все нормально? Ну, отлично. Ну вот, телек все это смотрите, там, youtube смотрите, да, поэтому я сегодня посоветую вам три фильма, которые и очень интересные, они очень интересные, прям вот сюжетные, вот прям вот супер, да, и весьма полезные для вашего кошелька. Согласитесь, да, это очень умно совместить приятное, с полезным. Поехали. Итак, на третьем месте фильм социальная сеть. Это про парней, которые в университете 35 раз пытались запустить какую-то сеточку для своих друзей, у них ничего не получалось, а потом все-таки получилось. Да, фильм социальная сеть это про Марка Цукерберга, да, вот про этого дальтоника, который вот голубой цвет видит, синий, да, другие цвета не очень. Да, это сейчас Марк такой миллиардер, там, и все дела, да, мы, но ведь он тоже был ребенком раньше, юношей, и когда он был в университете, он был совершенно вот таким вот неоперившимся юнцом. Вот посмотрите. И очень круто смотреть этот фильм вместе с детьми и обсудить с детьми, может быть, они что-то подсмотрели, может, они вдохновились, может быть, у них этот студент Марк стал их героем и так далее. Поэтому обязательно посмотрите с детьми, всей семьей, с бабушками, с дедушками, с женами, мужьями, да, и обсудите. Как это? Круто? Очень сильно мотивирующий меня фильм, поэтому посмотрите его, получите не только эстетическое удовольствие и развлечетесь, но еще и много-много пользы для вашего кошелька. Второе место фильм «Волк с Уолл-стрит». Это фильм, где главную роль играет Ди Капро, во-первых, я очень люблю как актера, и этот фильм очень многогранен. Он, конечно, про очень успешного трейдера, который создал невероятную компанию, вот. Но там есть моменты о том, как поначалу Ди Капро приходил в фирму, где люди обманывали бедных людей. Вы можете, смотря этот фильм, увидеть, как в современном мире инвестиционные компании, там вот эти всякие финансовые пирамиды обманывают людей. Поэтому этот фильм настолько многогранен. Это и про бизнес, это про обман бедных людей, как не вляпаться в него. И, конечно же, тоже круто смотреть его всей семьей, чтобы обсуждать это с детьми, с бабушками и дедушками, потому что жертвами мошенников становятся очень часто бабушки и дедушки. Поэтому обязательно посмотрите этот фильм, получите и удовольствие, и пользу практическую. Ну, а кто уже посмотрел этот фильм, я уверен, что есть такие, напишите мне, вы вообще поддерживаете этого главного героя, такого агрессивного, который тоже очень неоднозначен. Я очень хочу знать, как вы вообще к нему относитесь. Ну и первое место безоговорочно забирает фильм «Основатель» про Макдональдс. Да, и остановлюсь на нем подробнее. Итак, два брата придумывают ресторан быстрого питания. Макдак или как они назвали. Макдональдс, да. Бургеры, сэндвичи и все вот эти вот штуки быстро, технологично и так далее. И они кайфуют, и у них все получается. В это время один не очень, прямо скажем, удачливый курьер подмечает, как лихо идут у них дела, и он, будучи неудачником, почему-то решает войти в эту игру и сделать масштабирование вот этого ресторана быстрого обслуживания. В принципе, этот человек буквально тырит идею у этих братьев, кто изобрел Макдональдс. Поэтому я задам вам вопрос после просмотра или те, кто смотрел. Напишите мне, как вы считаете, кто вообще, говоря, главнее? Тот придумал, ну, изобрел в данном случае вот эту вот систему быстрого питания, да, братья, которые изобрели Макдональдс или тот, кто масштабировал и превратил это в очень полезный продукт для многих-многих миллионов людей. Кто главнее? И вообще, насколько этично взять вот так вот стырить, заимствовать или, знаете, украсть как художник, да, вот насколько это этично. Посмотрите этот фильм, он очень тоже многогранен, потому что там и про бизнес, и про человеческие отношения, и про вот эту вот противоречивость современного мира, да, и он вам позволит получить и удовольствие для всех членов семьи, ну и, конечно же, очень много практической пользы для вашего кошелька. Ну и специальный бонус, бонус это неранжируемый фильм, да, это если вы хотите реально кайфануть, развлечься и узнать, как на самом деле живут люди, чем они живут, да, то посмотрите фильм «Секретный миллионер» с Игорем Рыбаком. Так и наберите в поисковой строке «Секретный миллионер» Игорь Рыбаков. И я очень жду ваши комментарии по этому фильму, потому как я сам, будучи главным героем этого фильма «Секретный миллионер» Игорь Рыбаков, да, оказался на три дня в очень необычной и непривычной ситуации. С 1000 рублей, с кнопочным телефоном мне предстояло выжить в неизвестном для меня городе, никто был мне незнаком в этом городе, и это было почти что смертельно. Да, и что важно, я говорю фильм «Секретный миллионер» с Игорем Рыбаковым, но на самом деле это было три дня, которые я реально прожил, ну, как бизнес-реалити, как шоу-реалити, да, и оператор, который меня снимал, он прикидывался, что он тревел-блогер, да, снимает вот путешествие этого моряка, да, который там вот автостопом, значит, куда-то там путешествует. В общем, это просто катастрофа, ребят. Короче, когда я пел там на этой площади, пытаясь бабки заработать, и никто мне не дал ни копейки, понимаете, ни копейки, я вообще думал, что все, жесть, я вообще, я отчаялся, я был в отчаянии. Как вы считаете, вы бы выжили, вы бы также действовали или может быть по-другому? Как вы считаете, вот те люди, которым в результате помогал главный герой, они заслуживают эту помощь или не очень? Если хотите посмотреть на отчаявшегося Рыбакова, полностью, который готов, вообще говоря, на все, смотрите «Секретный миллионер» и пишите мне, потому что я бухать не буду, курить не буду. Что мне еще остается? Буду отвечать на ваши вопросы и комментарии в ютубе. Ребята, я надеюсь список рекомендованных мной фильмов будет вам очень полезен. Запишите, смотрите, наслаждайтесь, пишите комментарии, я буду отвечать на ваши вопросы под этим видео. Вот. И я очень хотел бы, чтобы вы сейчас меня особо сильно услышали. Вы же ведь уже начали делать что-то полезное, да, для нового года, для выполнения ваших желаний в новом году, ведь так. Вот. Ну а те, кто не начал, те, кто все еще бухает и те, кто близок к эмоциональному, там, вот этому выгоранию, сообщаю для вас. Вы, конечно, в западне, вы, конечно, в большой опасности и специально для вас я подготовил офигенный выпуск. Первый выпуск в новом году, ну, кроме этого, естественно, да, будет про эмоциональное выгорание, которое, к сожалению, не очень редкое явление в нашем мире. Короче, ребята, смотрите фильмы, хватит бухать вообще, курить, гулять с Оливье, ну уже, слушайте, ну, четыре килограмма, у некоторых семь килограмм добавлено, ну, ну, сколько можно? Ребята, я смотрю на вас тоже начинаю жиреть и толстеть. Ребята, вы что делаете? Помогите мне тоже, вы что. В общем, давайте поможем друг другу не, это самое, не скурвиться, так сказать, и не уйти в какие-то там это тяжкие, да. Все, фильмы я дал, смотрите, выпуск про эмоциональное выгорание готовлю. Все, встречаемся скоро. Мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар. Если деньги любят тебя, отвечаем взаимностью.